Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. На Мелькомбинатовском проезде планируют создать технопарк. Площадь объекта составит 50 гектаров. Он должен разместиться на перекрестке Воровского и Мелькомбинатовского проезда. Прогнозируемый объем финансирования строительства технопарка – более 255 миллионов рублей. Информация о создании технопарка появилась в обновленной программе комплексного развития социальной инфраструктуры города. Документ рассчитан до 2040 года. Он предполагает реализацию более сотни инициатив по проектированию, строительству или реконструкции объектов образования, сообщают бизнес-новости в Кирове. Средний размер ипотеки в Кировской области составил 2 миллиона 710 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании РИА Новостей. Самые большие кредиты на покупку квартиры берут в Москве – почти 7,5 миллионов рублей. Также в Топе – Якутия, Чукотка и Сахалинская область, где в среднем объем ипотеки составляет 4,5 миллиона рублей. Самые маленькие ипотечные кредиты оформляют в Чечне. В этом регионе в среднем кредит составляет около 1 миллиона 200 тысяч рублей. В целом же по России средний ипотечный кредит составляет уже 3 миллиона 700 тысяч рублей, а 5 лет назад он не превышал 2 миллионов. То есть средний размер кредита с 2018 года вырос почти в два раза, что во многом отражает рост стоимости жилья. В эфире «Экономика». Александр Соколов пообещал поднять зарплату ветеринарам. Речь идет о специалистах, которые работают в госучреждениях. На совещании в правительстве области глава региона поблагодарил ветеринаров за эффективную ликвидацию птичьего гриппа. Вместе с тем зампред Юрий Терешков отметил нехватку специалистов в этой отрасли и пояснил, что обусловлена она низким уровнем зарплат. Соколов заявил, что принял решение о поэтапном повышении заработной платы государственным ветеринарным специалистам до уровня средней по региону. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».